всем привет мы сегодня тоже вредом очень вредом вырла вредом идем на станцию и вот такой вопрос у меня возник я вдруг подумала посмотрев одну благерицу она сказала что 2023 год у нее выдался не очень и она очень надеется что 2024 год принесет ей какие-то хорошие новости и так далее что у нее улучшится ее какие-то финансовые дела а вы привязываетесь к цифрам вот мне кажется что это что-то из детства что внушают что 1 января должно что-то измениться как этого пышного зовут сергей крылов крылов вот я первый раз его увидел который рассказывал что он по таким дням не выходит на улицу в такие дни он не заключает ни с кем сделки если на бумажке денежный такой-то номер то он ее не возьмет вы и привязаны к цифрам да пишите в комментариях потому что мне кажется что все это самовнушенная ерунда и на самом деле ну глупо в это верить уже во взрослом возрасте ведь все зависит только от вас от вашей деятельности а не от каких-то там цифр а не сцепились Все, неразлучно. Да? Там топ бит-топом что-то бьется. Напишите нам, это же старые поезда Сербия ВОЗ, да? Это сербское производство или нет? Югославское. Все, дверь не открывается. Мы уже поделали часть дел. Сейчас идем в Старый Град. А вот здесь вот находится тайское кафе. Где оно тут? Вот оно, Паттай. Ну, неплохое не сказать, что прям супер-пупер, но неплохое. Вот здесь улица Петра Драпшина. На углу прям. Там постоянно народ, так что, если придете сюда, вам придется подождать. Ибо все хотят тайской еды. И вот мне тоже что-то хочется необычное, знаете, вкусового разнообразия. Потому что надоедает есть те же чевапи, плесковицу и так далее. А блюда с бобовыми, с фасолью, которые преобладают в сербской кухне, я не очень люблю. Я вот Сереже рассказывала, что когда я была подростком, читала на тот период очень много женских романов. Таких, знаете, маленьких белых с кружком на обложке. И в этом кружке была какая-нибудь женщина с полуобнаженным мужчиной в объятиях. И вот они постоянно там ели. Это были какие-нибудь исторические романчики. Постоянно на лошадях перемещались в повозках. И ели тоже на лошадях? И ели они все время вяленое мясо. И больше ничего. Вяленое мясо в основном на диком западе. И вот я не понимаю, как они, вот сейчас я думаю, как они все время жрали вяленое мясо. Неужели им не хотелось разнообразия? Хотелось. Что ж поделать? Кстати, тут за углом здесь такая улица золота. Золото, как в Турции. Извините, если ветер задувает. Микрофон мы не взяли. Золотая улица, как в Турции. Здесь вот тоже тайский ресторан, но мы в нем не были. Отзывы, кстати, не фонтан. Именно на то блюдо, которое я хочу поесть, это том-ям. Мы в том тайском на углу были, а здесь мы не были. Хочется настоящего, прям тайского том-яма. Можно приготовить самим, но для этого нужна определенная приправа, добавка. паста такая, в которой смешаны там лимонграсс, всякий имбирь и так далее. Ой, ничего себе, посмотрите на это богатство. Если выходить замуж, то только в таком. А сейчас мы проходим очень милый сквер с такими лавочками. И вот то, что тут не убраны листья, как-то даже так душевно, мило хочется здесь посидеть. Видишь, не всегда надо листья убирать. Ну, главное, чтобы они не гнили. Здесь вот арка, там пивница Марина. Мы в ней были, но еда там не фонтан. Вообще, трудно найти какое-то прям вкусное-вкусное место, чтобы ходить туда постоянно. Мы движемся к Старому Граду. Мы поделали все делишки, дела. Более подробно об этом расскажет Сергей. Ой, это серьезный любимый персонаж. Эрик. А как он тут затесался, что здесь все хотят? Пошли. Сейчас мы хотим есть. Время... Сколько время? 13-13. 13-13. Маковые росинки не было во рту. Мы ищем, что бы где бы поесть. Но, так как не лето, нужно заходить в какое-то заведение. Здесь бургеры. А ссылка-то есть на это? В личку. Нажми на ее имя. Так что идем в поисках еды. Вот комбинат. Вот комбинат. А это кто? Пишите в комментариях. Это сам Михаил Пупин? Михаил Пупин, наверное, да. Какой представительный мужчина с усами. Большой брат следит за тобой. Смотрите, мы с Сережей зашли, так как есть... Мы не ели сегодня вообще ни капельки. Сегодня пятница. Зашли в кафе под названием комбинат. Оно очень популярно. Здесь вообще все столики заняты. Все жрут. Отзывы достаточно хорошие. Но я всегда выбираю кафе, чтобы Сереже было что взять. Он же... Если Сережа ест, ему надо есть только мясо. Он не наедается салатами или еще чем-то. Только мясо. И вот как всегда история такая, что я говорю, тебе будет что поесть? Сережа говорит, я найду. Смотрите, здесь целое меню. Целое меню с картинками. Все, как он любит. Здесь и бургеры, и чего только нету. В итоге Сережа ничего не нашел. То есть Сережа будет гладный и тужный. Ну вот дофига всего, но нет. Я так и знала, я так и знала. Вот мне принесли блюдо. Оно типа очень полезное, здоровое. Здесь, значит, у нас курица, авокадо, омлет и помидоры. Много зелени. Как нам советует доктор Берг, жрите именно вот так вкусно. А Сереже уже принесли лазанью. Смотрите, он еще и шакшуку заказал. Офигеть, Сережа. Яя, белок, не знаю. Белок, а потом уже тесто. А еще я услышала интересное такое обсуждение о том, что один житель Сербии сказал, что не существует такого народа по нации, как они называются, буневцы. И что у буневцев нету страны. Страна есть у сербов, у россиян. Но буневцы-то не имеют страну. И вот по его логике также не существует страны, например, у ромов. Они же цыгане. И это нельзя говорить, как говорят в Сербии. Не существует и еще каких-то народностей. Как вы считаете, имеет такое место быть или нет? Существует такой страны, как Украина. Есть спор о том, что вот в Сербии проживают такая народность, как русины. Кому относятся русины? Они родственники, как бы, русских или украинцев? Кому относится сербская республика на территории Боснии и Герцеговина? У нас существует или нет? Так что пишите в комментариях ваше мнение. Имеет ли право и место на существование народности, у которых нет своей страны? А имеет вообще право на существование тот, кто не может дать сдачи? Мне кажется, нужно всех просто задавить и все создать. Все будет. Одни говорят, все будет Украина. Другие говорят, все будет Россия. Третьи говорят, все будет жопа. Так что всем приятного аппетита. У нас завтрак, переходящий в обед. Сережа набрал себе до хрена. Он транжирит, просто распыляется, раскидывается. История, когда ты голод. А у меня здоровая пища. Всем спасибо. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Сегодня у нас пятничная болталка. Видео выходит прям день в день. И мы есть и вредни. Видимо, тебе надо начали на телефон, но новый. Всем пока.